Главный аргумент. Это честная, откровенная книга об той опасности, которую представляют фосфатные стиральные порошки. Гигиена применения синтетических моющих средств. Справочник 67-го года результат многолетних исследований советских учёных. Самое популярное моющее средство в Союзе хозяйственное мыло. Им моют руки, им шестирают, но для шерсти используют горчицу, для отбеливания пурген, чтобы вещи меньше впитывали грязь, крахмал. Впрочем, в продаже лежат порошки. И уже тогда, 35 лет назад, учёные предупреждают об опасности. Но книга выходит ограниченным тиражом. Всего 1700 экземпляров. И информации о скрытой угрозе порошков до людей не доходит. А неонные павы оказывают воздействие на семиородные эпители белых крыс. Такой биологический эффект действия подобен влиянию ионизирующих излучений. Что выражается в подавлении сперматогенеза. Выходит, действия некоторых компонентов нашего порошка сродни радиации. В этой книге 200 страниц обвинения, которые официальная индустрия до сих пор не слышит. Более того, рекомендуют покупать и покупать. Здоровью. Все мы знаем, что нюхать порошки это ненормально, а если вдыхать. Для домохозяйки, в общем-то, особенно, которые склонны к аллергии, желательно использовать респиратор. Для домохозяйки желательно использовать респиратор. Но что-то ни в одной рекламе про защиту дыхательных путей ни слова. Эта иммунная система, это страшно тонкая вещь. И может быть аллергия на сам порошок раз, а может быть скомбинированное воздействие. Бывает так, что одно химическое вещество стимулирует аллергенные свойства другого вещества. То есть в ванной пахнут порошками? Да, да, формальная аллергия на кошку. Помните, если носом вы чувствуете запах порошка в ванной, значит, наверняка вы вдыхаете самые опасные его компоненты. Данные ароматизаторы, они не разлагаются в природе, они не выполаскиваются из ткани и постоянно преследуют потребителей. Во время стирки, во время сна, во время пользования одеждой и вызывают сильнейшие нервные и психические срывы. Пузырьки мы, пузырьки, как сияем мы, узри, вместе с нами всё блестит. Эта реклама, точнее антиреклама, недавно появилась в США. Сиентастика. Девушка-модель разрекламировала средства для мытья ванной. Вроде всё, ролик снят. После работы она идёт мыться, а в ванной её встречают весёлые пузырьки. Те самые, которые она разбрызгивала для борьбы с грязью. Почему вы до сих пор здесь? Мы до сих пор здесь, потому что ты нас сама здесь понабрызгала. Мы химикаты и зачистители. И действительно, если вы до блеска намыли тарелки, да так, что палец хрустит, не спешите радоваться. Это значит, что, во-первых, вы плохо смыли средство, и, во-вторых, вы его наверняка съедите со следующей порцией еды. Если мы это всё оставляем на поверхности, а ещё страшнее на посуде, вот это уже действительно опасность большая. Про этот знак потенциальной опасности мы уже говорили. Чёрный крест на оранжевом поле означает вредно. Эту бутылку моющего средства мы купили в Финляндии, а вот вторая бутылка, то же самое средство, той же знаменитой фирмы, только куплена в России. И тут никто не предупреждает об опасности. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok